с вами канал карелия все рыбалки и не только подписывайтесь на канал и обновление комментируйте ставьте лайки по поводу отдыха пишите на страницу вконтакте самое интересное впереди здравствуйте друзья подписчики моего канала карелия все рыбалки не только с вами петь я леонид вот сегодня собрался пораньше поеду как и обещал проверить сегодня еще так утром будет вести себя на буксировщике поеду показал он себя неплохо поездить можно но в экстремальной я бы конечно не советовал потому что сделал он ненадежно очень слабый для такой проходимой техники нужно все делать конкретно материал должен быть и металл крепче ну ладно смотрите поеду ну вот ребят вот она чудо техника видите вот сломалась цепь вот такая штука все встал до дому километров четыре вот надо идти за цепью вот и отрывать ненадежная эта хрень ребят все это фуфло полное вот уедете в лес и там и останетесь и цепь я с собой не взял вот ребят накрылась моя рыбалка иду пешком до поселка ну что я вам еще хочу сказать том году она вот так вот меня подвела эта техника в этом году опять вот мое личное мнение вы можете меня слушать можете не слушать ребята если вы решили купить мотобуксировщик покупайте самое дешевое говно потому что вы хоть попадете на обман не таким дорогим способом я бы так сказал койра практически самые дорогие буксировщики практически и ведь их ломаются они так же как дешевый то есть все это ерунда все их тесты все их тесты это вокруг деревни вот они выехали покатались проехали сделали видео вот он проходимый да он идет там он идет там ребят но это смешно вот я и повелся на это и советую вам на это не вестись вот пусть бы они сделали какой-нибудь поход пять шесть дней куда-то выехали вот это было бы тест а это покатуха забрали из болота кто ну застрял но вытащили они его чем-то смонтировали видео вот он и проходимая техника сделано говно задумка повторюсь хорошая если такую технику сделать достойно да она бы наверное служила а это собрано в гараже я так сказал так что это мое мнение вы можете прислушиваться можете не прислушиваться но по буксировщикам вы меня поняли чтобы ехать на буксировщики куда-то далеко у вас весь багажник должен быть забит запчастями запчастями ключами приспособлениями должна быть электростанция болгарка сверло дрель то есть его ждать можно все что угодно да вы увидите если у вас это будет нет вам придется как мне вот так вот гулять пешком что так не знаю сейчас иду в поселок цепь я наверно найду не знаю мне все равно не сделать поеду на машине буду как-то выковыривать его оттуда вот ребята смотрите вот капот крепится вот на таком говне от вибрацию постоянно откручивается вот смотрите на чем это стоит это стоит на фанерке там есть рама но она рубка вот я не знаю у меня слов нет натяжитель смотрите натяжитель я уже сам сделал жигулевский здесь стоял вообще порнуха вообще-то вот обращайте внимание пружины здесь то не пружина на кусок проволоки вот вы посмотрите как все сделано и вот смотрите вот здесь одна стойка сейчас они делают две то что понимаешь что это выворачиваешь то такая идет нагрузка ребят я отдал такие деньги вот за это а кто мне сделать вторую стойку а со второй стоит столько же то есть они сделали извините за слово говно продали по такой цене и теперь они ее модернизируют ребята что делать с этим что уже уже куплено я вот честно что с этим делать я вообще не понимаю еще к этой же раме они теперь лепят передний моду там на колесах все не слушайте не слушайте все это не опробовано все это сырец просто сырец вот что хочу сказать еще поставлю цепь не знаю попробую что получится так что у кого есть везите все с собой вот инструмент должен быть у вас полный все то все полная загрузка цепей там я не знаю вариатор наверное надо будет брать потому что то если это все выловит вот выломает эту стойку потому что она идет вот на одной опоре сейчас они ставят две наконец-то все и устали а если вы уехали черноть куда ладно все не буду о плохом все нормально сейчас попробую лишь бы он поехал еще ребят поставил цепь по-моему едет но как хотите рыбалка испорчена сейчас пока еще капот поставлю вот такие вот дела особенно смотрите ценон натяжитель с тем натяжителем у меня вообще была беда просто он из он такой узенький он выскакивал я жигулевский поставил уже прикрепил тут как-то вот почему такие дела ребят решать вам вот ребята наконец-то я добрался я скажу две жерзицы вот у меня горят рядышком одна чуть дальше ну что рыбалка полностью испорчена потому что вот я запустил плотвы нет можно уже все хотел пораньше но не получилось ладно это не беда все хорошо все что не делается делается к лучшему главное я тебе знаю что выловить ее надо приезжать или поздно вечером или рано утром и днем она уходит ну и маленько стала меняться погода ветерок сегодня ладно пойду проверю сейчас жерется и пойду смотреть там где нашел хорюзов и там где окуньки вчера поклевывали может что-то и получится еще все не надо отчаиваться не все потеряно все будет хорошо вот первое распущенное на ребят не это распущено и бросила смелость скорее всего щупачок она сорвала жевала разворачивала и бросила скорее всего мелочь ладно и наживну сейчас хоть эту плату живцов так я и не поймал вот ребят еще одно ну все то же самое сдернула но даже не пыталась так и оставила да бросила то ли щучка неактивная то ли еще что-то ладно перенаживлю и пойду искать рыбку плату я уже не найду но попробую опять хорюсков может что-то получится ребят мы все потеряно лотва подошла вот и хорошая и живчик и все все таки наверное давление все таки не знаю что вот попробуйте теперь объяснить рано утро день как это все объяснить видит это мешает на он собралась все таки время надо еще время 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 вода холодная это не юг это север и зима приедет прямо супер-пупер плотва такая неплохая даже на консерву знаете с плотвы очень хорошие делает консервы он ко мне приезжал с питера вы его знаете алексей такой он попробовал даже не угадал что это с плотвой вот как она ловится отлично а какая плотвичка прям только давай ну супер-пупер может правильно что буксировщик сломался я представляю сколько бы я с утра наверно таскал это как анекдот представляю сколько вы себе наложили надо чуть шевелит и тут как тут оп есть плотвичка отлично ну прогулялся я сегодня прям наверное пешком полезно ходить вот для этого специальная техника и сделан как ты расслаблялись я бы так сказал о какая плотвота хороша красота стада ладно ребят буду ловить пока ловится сказал что она есть что все хорошо посмотрим ну сегодня кстати хочу сказать сегодня сниматься буду отсюда надо ехать город есть дела так что все что я хотел я понял щучка ловится есть плотва тоже живцы ловится а приеду с города буду наверное осваивать озеро надо в озеро ехать смотреть как там обстановка вот какая хорошая латвичка а вот какая красавица а вот а вот а вот и и и и живчик уже сколько вот так вот ребята первый хоризочек еще один какая красавчика скрутится ребят вот еще два взял еще один не крупный хоризок наберется на рыбничек поймать вот еще один глубины практически нет хоризок клеят ребят сработала жерлица распущена вся не было я не знаю когда она распустилась есть там рыба нет пустая сейчас будем смотреть ждать уже не будем пустая 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 да ладно будем менять живца вот живец круповат или щука мелкая ребят не поверите вот накосячил я сегодня и сам даже жерлицу не распустила висеть щука знаете почему вчера оттепель было намокли жерлица и вот видите вот где флажок входит вот она примерно ее надо было сходить утро и расходить но я не пошел и вот поэтому она все равно заела даже без распуска видите одинарный крючок все то же самое развернула живец сверху а крючок там вот вам пожалуйста да сегодня сам накосячил по щуке ну ладно бывает ну что друзья видели все сами вот такая рыбалка у меня получилось вот пять хрюсков опять задумал не получилось у меня цепь порвалась ходил в поселок пешком там привез цепь пока сделал вот как то так по щуке тоже сам вот на будущее буду иметь ввиду вчера даже дождь был вот тепель я вам говорил и представляете флажки примерзли вода попала а сегодня утром подморозило и вот щука даже без распуска и то заела еще хожу смотрю на одну и вообще не было живца несколько шут сорвано а понять не могу что такое а это оказывается вот примерзает флажки так что на будущее имейте ввиду надо ходить их поправлять если попала вода ну так все получилось все равно все равно порыбачил снялся потому что еду в город по делам надо дела какой какие сделать но потом приеду буду штурмовать озеро еще что нибудь так что смотрите интересное надеюсь впереди так что подписывайтесь ставьте лайки комментируйте привет с попов порога